Переступив порог спортзала, я поняла, что мы попали в сказку какую-то. Сразу я подумала, что мечта Андрея Артёмовича сбылась. Андрей Артёмович Конопелько был бы очень доволен, увидев, как преображается его родной спортивный зал в селе Быковотрок. На протяжении трёх лет при поддержке компании «Фосагра» здесь происходят колоссальные изменения. Курирует превращение обычного зала в современный центр греко-римской борьбы Дрозд Балакова. Этот проект уже у нас третий год существует. Мы мечтали, что в своё время Андрею Артёмовичу здесь сделать зал борьбы. Потом пришла идея не только зал борьбы, если площадь позволяет, то сделать ещё шахматы-класс. А потом пришла идея музея, игровой зал. В этом центре используется каждый метр. Небольшое здание вмещает и спортивный зал, и тренажёрку, и раздевалки, и даже сауну для спортсменов. Теперь борцов можно не делить на группы. Они могут тренироваться на трёх коврах одновременно. Тут стена ещё была. Был квадрат один маленький. Там тренажёрный зал был. Радует, что ездить заниматься, потому что много малышей сейчас в три группы занимаемся. Там младший, тут средний, там старший занимаются. Всем места хватает. Комфортные условия для занятий сельских спортсменов – это то, о чём мечтал тренер Андрей Конопелько. Он всегда ставил интересы своих воспитанников на первое место. Поколение за поколением Андрей Артёмович воспитывал из простых ребят, спортсменов и настоящих мужчин. И эти уроки борцы помнят до сих пор. В селе Бакфатрок потому и секции, и другой нет. Все мальчишки хотели попасть к заслуженному наставнику. Есть старшее поколение, есть среднее поколение. Все тянуты к старшим, старше все у нас занимались борьбой. Сейчас вот мы среднее поколение идём, как, ну, по стопам идём, тоже борьбой занимаемся. Вот растёт нынешний сейчас, тоже они все борьбой занимаются. В память о том, сколько было сделано Андреем Артёмовичем для развития греко-римской борьбы, в спортивном центре открыли музей. На стендах история борьбы от античности и заканчивая, конечно, достижениями самого тренера. По интернету, по музеям ходил, по библиотекам, всю информацию, чтобы достоверно было. По кусочкам собирали, всю историю, у кого-то что было, у Андрея Артёмовича что было. Всё понемножку, понемножку привезли сюда. Но нет ничего ценнее живых воспоминаний. Супруга тренера рассказала, к примеру, о впечатлении Андрея Артёмовича от состояния спортзала, в котором ему предстояло тренировать бакватрокских ребят. Когда он съездил в этот спортзал, приехал расстроенный, чёрный, черней тучи. То, что потом я с ним приезжала сюда, видела это всё. Стены осыпались, в окна дуло, в двери дуло, полы проломленные. Он трудолюбивый человек. Начал сам косметический ремонт, помогали ему, обращался к родителям. Андрей Конопелько стал родоначальником греко-римской борьбы не только в Балаковском районе, но и в соседних Дергачах. Везде ему приходилось завоёвывать авторитет, прививать любовь своих воспитанников к борьбе. Ведь некоторые даже не слышали об этом виде спорта. Но тренер сам был отличный борец и становился настоящим примером для спортсменов. Равных ему в то время не было. Никто не обладал техникой борцовской схватки. Конечно, он всех уложил на лопатки, что вызвало большое восхищение им. И после этого слух об спорте, греко-римской борьбе, о тренере, как Андрея Артёмовича, прошёл по селу. И соревнования по борьбе, проводимые Андреем Артёмовичем, собирали полные трибуны зрителей. Все хотели посмотреть, как спортсмены будут укладывать друг друга на лопатки. На борьбу пришёл переполненный зал, даже в коридоре были. Люди все на эмоциях. Вот до того им понравилась эта борьба. Шли прям гурьбой люди. К нам так ходили люди, когда приезжали известные артисты. Вот такой он был, Андрей Артёмович, заслуженный тренер и настоящий друг для юных борцов из села. Его супруга признаётся, на душе очень тепло от мысли, что наставника помнят.